итак друзья пришло время открывать новые паки благо интересные паки появились они называются defensive player of the year из них попадают очень интересные игроки прежде всего центровые это например alonso mooring 90 overall на ваших экранах хакимала джуон 93 года образца двайт ховард после выхода этого хорда тбт ховард просто стал смешных денег стоить и мне кажется он будет еще дальше падать потому что этот ховард обратите внимание даже на цену она еще будет падать эта цена это еще не окончательно паки только появились я думаю что тбт ховард упадет где-то до 150 примерно тысяч с 500 представляете конечно же дэвид робинсон очень интересный игрок из центровых пожалуй все кстати сами паки они выглядят следующим образом вот они всего лишь 12 дней действия эти паки или 13 ли они сделали поэтому крайне рекомендую всем если вы планировали что-то открыть открывать их если вы сразу же вытянуть и хороших игроков то можете их продать сейчас если вы вытянете хороших игроков уже в конце действия этих паков придержите их какое-то время потому что потом они подорожают то есть эти пак где-то через месяц после того как эти паки закончатся игроков уже на рынке останется мало и вы сможете их продать достаточно выгодно вот такие рекомендации паки я буду открывать достаточно быстро но хотел бы сначала вам рассказать что из них потенциально может выпасть для тех кто будет смотреть на ю тубе может быть кто-то не в курсе майкл джордан это самая топовая карта в этих паках 95 overall игрок просто превосходный просто великолепно и обратите внимание на ключевые характеристики скорость 92 acceleration 93 отличный показатель moving shot mid 91 standing shot mid 92 давайте я наверно на время уберу сейчас комментарий чтобы нам уберу пока комментарий с экрана ребят я потом по отвечаю на ваши вопросы трешки он не кидает но так и должно быть 88 года джордан не кидал трех очковые это правильно что они этого не сделали отличный пас пас акироси 92 то есть этого игрока можно смело ставить вообще на любую позицию кроме центрового по моему он даже на пэфе будет это хорошо по моему смотреться учитывая тенденции игры особенности об этом я уже неоднократно рассказывал сейчас не буду повторяться но вообще-то сейчас лучшая карта в игре кто еще там у нас появился вообще появился появился по моему джулиус сервинг если я не ошибаюсь но он по моему во флэшбэк паках появился сейчас я буду открывать ребят 2 2 бокса паков так сейчас я вам скажу какие там еще появились парни интересные и так также появились кевин гарнет появился кстати очень интересно я думаю многие его хотят этого парня очень сильно ждали прям безумно да он из достаточно доступен обратите внимание то есть вполне нормальная цена для хорошего пф а скорость правда маловато потому что есть антони дэвис у которого скорость просто безумная или петит сам просто вы должны понимать ребят что на пф и тот кто играет у него должна быть хорошая скорость в противном случае он будет очень плохо подбирать подборы и справляться с легкими форвардами такие как например леброн джеймс или кавай ленарда которых любит ставить либо кевин дюрант на пф они вы скорее всего будут просто на скорости переигрывать еще и тем более подборы лучше подбирать в этой игре самое главное это вертикал и скорость для подборов остальное вторично она играет уже третье значение но тем не менее игрок интересный можно ему периодически покупать тапки скорости хотя это никак не исправит acceleration кто у нас еще интересный есть да интересный кавай ленард добавили я кстати и так упомяну вскользь дикембо мутомбо из центровых марк газоль есть 89 дикембо мутомбо overall марк газоля 88 бен волос 88 оверал хаким ноа 84 денис родман 84 оверал тайсон челдер 84 сидни монкри в которого считают одним из лучших вообще защитников всех времен многие там устроили срач на токе мт централ что нужно было ему давать топовые характеристики защите они майклу джордану у него 89 overall но из золотых карточек я бы хотел отметить наверное все таки так кавай ленарда потому что этот игрок просто реально вот его як я просто рекомендую всем если вас ограничение по золоту то этот игрок должен быть просто вашей команде потому что это на сегодняшний день просто одна из лучших карт которую можно только взять в защите и в нападении очень хорош он не намного лучше вот этой карте ненамного но у него гораздо лучше mid range насколько я понимаю сейчас посмотрю так mid ну нет вообще то же самое практически 85 81 даже хуже кстати так что не знаю насколько это оправдано но у него 89 overall сейчас мы постараюсь я постараюсь его найти ребят не понимаю почему не нахожу кавай ленард где ты давай может быть он редко выпадает из паков я не знаю почему так мало видимо все бросились продавать вот этого кавая ленарда потому что тот просто супер а возможно его просто не добавили в игру я не знаю был может он еще не выпадает не понимаю почему нет ребят кто в курсе почему нет этого парня а вот подгрузился еще аукцион а вот он все нашли ребят очень дорогой пока очень дорогой стендинг шот а нет mid кстати нормальный стендинг шот 97 у него по дефолту сейчас найдем еще одного который не проапгрейжен и тут испорчены нам испортили маленько характеристики сейчас найду эта карта очень интересная если она будет по хорошей цене где-то в пределах может быть 20000 я рекомендую взять дороже 20 наверно нет смысла это уже будет такая банальная трата денег но ведь его даже на аукционе нет что-то видимо раскупили что ли я не знаю почему можно просто сделать минимальный buyout например где-нибудь в районе 20 нам наверняка того самого кавая покажет да нет смотрите не понимаю почему так все плохо на рынке был всего лишь один кавай не было родмана видимо да ребят очень редко попадается карта очень хорошая крайне рекомендую ну что поехали открывать паки я буду открывать их быстро я не буду по школьному методу открывать их типа там to the left to the right а тут у нас возможно потенциально золотой попадется тут аметистовый вот тут это все дело детское ребят я так делать не буду я буду побыстрей кому открывать детский сад мы здесь устраивать не будем пока воду карт поговорили итак открываем джет саленджер ну бомж чё могу сказать здравствуй тролль а давайте как обычно буду тогда анализировать выгодность открытые паков быстренько так буквально пост оперейтер быть в пределах 500 стоит саленджер стоит около 1000 майка стоит не больше 500 ну и того получается максимум что мы здесь можем выручить это максимум 2000 мт из комиссии это будет еще меньше идем дальше так что я просто хочу чтобы мне всегда интересно насколько кириные паки выгодно открывать потому что есть паки которые абсолютно не выгодно открывать вы никак не оправдаете вложения неплохое вложение джон вол на не знаю сколько он сейчас на аукционе стоит вообще это один из лучших разыгрывающих самых такой самых чизовых но неплохой тапки я думаю что джон вол будет около 6000 мт стоит то есть я этот пак уже точно оправдал тапки air jordan state mid стоит тоже очень дорого их можно примерно за 1000 продать могу ошибаться но их реально хорошо покупают хит playbook можно продать где-то за 800 behind the back pro дешевый 250 ну и контракт ну и того мы выручили примерно где-то семь с половиной 8000 неплохо этот пак точно обрадался потому что например в токе 15 там понимать сколько стоят те или иные паки было очень важно то есть им некоторые паки можно было открывать абсолютно не теряя в деньгах ничего и так форма ничего не стоит 250 пост оперейтер тоже стоит около ну максимум 500 это 850 кортни лид 1000 2750 ну и в общем максимум мы заработали около 2000 короче этот этот пак не оправдался вол говорят сейчас 3000 стоит ну что поделаешь видимо после этих паков он какое-то время будет стоить 3000 и так винс картер ну этот винс картер самый плохой пик-н-ролл маэстро очень дорогой бейдж кстати сказать он стоит больше 1000 и транзишн финишер тоже очень дорогой бейдж вот этот пак отличный здесь дорогие бейджи друзья транзишн финишер стоит около полутора минимум и пик-н-ролл маэстро стоит ну оба короче говоря бейджи стоит около 3000 плюс винс картер 1000 плюс там всякие логотипы и того мы почти получается сколько у нас там ну где-то три с половиной заработали то есть пак в принципе почти отбился да неплохо неплохо это гораздо лучше чем на 1000 там отбилось и так мув 3 пт отличный совершенно тапок стоит 500 мт но стоит на эл стоит около 1100 и того там 1600 ну и остальное все ничего не стоит ну короче 2000 вот этот пак угарный конечно совершенно 2000 мт бум тим данкан ничего не стоит потому что его можно получить в карьере стоит он в пределах 2000 мт к сожалению но все остальное тоже ни хрена не стоит и того мы получили где-то максимум 2500 можно на этом выручить максимум то есть угарно получилось весьма юсуф нурки нуркич как так его или нуркик не знаю как читается я не смотрю игры Denver Nuggets интересно мне эта команда Defensive Crusher бэдж стоит 1000 мув клоуз неплохой такой тапок но стоит недорого 250 где-то нуркич и того короче говоря вот очень интересная форма я думаю вместе с формой все это на 3000 потянет то есть в принципе не сильно угорели от этого пака не такой большой провал в деньгах Андрей Миллер ну бомж что я могу сказать тролль карта была в 2015 году он батки 15 она попадалась вообще слишком часто в этом году попадается не слишком часто но все равно никому он не нужен и того все это тянет ну тут ничего интересного абсолютно нет все это тянет в лучшем случае на не знаю 1600 1700 1800 но этот пак очень угарный очень плохой был пак итак девятый из десяти и нам попадается Никола Бочевич который не стоит ни хрена кроме как полторы тысячи виси а лечилка 250 посты бэк про 250 это вот итого где-то две тысячи у нас получается две тысячи плюс контракт ну 2200 очень плохо уилл байном ни хрена не стоит 1000 мт пикпокет отличный бэдж кстати стоит полторы вот самое лучшее здесь это бэдж полторы тысячи этого 2500 контракт ни хрена не стоит тапок ничего не стоит в общем мы вручили где-то 3000 с этого пака ну то есть тоже как бы не так уж плохо за счет бэджа ну что давайте откроем еще один бокс я уверен что ни хрена интересного не выпадет нет ничего не выпадает интересно никогда бум о ну наконец-то наконец-то дикэмбо мутомбо друзья мои вот это это себя оправдало это себя оправдало да неплохо неплохо я не знаю сколько он сейчас стоит но наверняка неплохо стоит потому что это ну из золотых игроков на сегодняшний день это ну учитывая что кавая ленарда нет наверное это лучший золотой игрок который только мог выпасть из паков лучший серьезно кавая ленарда один всего лишь в поясине возможно его просто не ищется поэтому после кавая ленарда это лучший золотой игрок оставишь мутомбо в команде не знаю надо потестировать однозначно 30 тысяч говорят стоит ну что ж неплохо окупился значит бокс то окупился not bad 7000 говорят стоит но не может быть серьезно что ли тут разные ну что могу сказать фигня полная максимум что с этого можно выручить это 2000 мт угарный тебе плохо слышно меня хорошо слышно давай в громкости друг мой меня слышно хорошо ребят напишите хорошо ли у меня слышно мне кажется все отлично и так ох неплохо файдей стоит около 800 а behind the back pro стоит пожалуй около 500 ну короче говоря вот это вот стоит где-то 2500 все вместе громче илья не слышно тебя нормально говорят слышно все ребят ну все нормально же слышно я стараюсь громко говорить сделайте громче звук и так кентаврус калдул полп тапочек на пас ну и лечилка руки все это тянет примерно на на максимум 2000 это и то с натягом это 1800 если все продать как данкана в карьере получить но об этом есть специальное же видео на моем youtube канале не знаю что там плохо слышно ребят громкость добавляйте у себя итак скорость плюс 3 ну неплохой такой тапок мне пригодится нейт роббинсон тролль карта в этом году спину очень плохой пак он тянет буквально на не знаю 1700 где-то не больше ребят вопросы давайте после старого опять тролль у меня очередной тролль друзья джон волл отличная карта она мне уже попадала сегодня видимо это тролль карта для для этих паков опа как видос называется не знаю погуглите там по поводу карьера может что-то я не помню уже можете посмотреть в начале плейлиста такие 16 нет боба кузи который 250 нельзя продать у него 93 оверл его нельзя продать итак стейн данк плюс 6 ну это беспонтовый тапок так же как и ребаунд ну в общем это тоже отстойный пак который на 1700 максимум тянет не больше идем дальше смутом бы фартанул он да наверное может быть еще один какой-нибудь попадется будет вообще фартило просто аааа площадка неплохая келли алиник не очень и того банк из опен кстати неплохой бейдж но дешевый и того получается где-то тысячи на две пак бориска да бориску на царство друзья мои бориска бориска и риска ну это все таки 3 3 бокса открою и кирк хайнрик друзья мои кирк хайнрик да печально вообще но это тоже где-то примерно 1700 1600 600 печалька ким мартин отличная карта кстати ну и нужно продавать не сейчас просто а потом вот эта карта может стоить минимум две тысячи дешевле и точно отдавать не стоит отличный игрок для гантлета кстати очень рекомендую дешево и сердито что называется в гантлете он просто интересно заходит и того этот пак тянет примерно на ну вместе с контрактом пожалуй где-то 2500 минимум наверное что здесь происходит мы открываем паки так же как в ultimate team пак есть есть такие же ну давайте последний бокс хочу гулять да гулять что почему бы не открыть последний бокс для вас надеюсь мне повезет все таки может быть джордана а вдруг джордан ребят мы будем прыгать от счастья спенсер хейст тролль один из троллей этой игры честь даун артист неплохой достаточно бейдж но дешевый где-то порядка 500 спину им тоже и того получается где-то 2 200 мы выручили спасибо токей вот канцел а и он и зиспе сфордюс отцап вип пак открывай в нем джордан выпал какой джордан джордан не может выпадать в вип паках вы о чем не может этого быть друзья не может быть монт эйлис фейт дейс неплохой бейдж около 800 стоит монт эйлис стоит где-то полторашку наверное но вот этот пак неплохой на самом деле около 3000 мы выручили 福 хок This is very great. Do you often stream in 2k? B2k? Итак у нас corner specialist неплохой бэйш он стоит 1000 минимум. Ларис Сандерс 1000. Ну и того где-то 2500 мы с этого выручили вместе с формой. Неплохо. Что выпало? Пока что только мутомбо, друзья, выпало интересно. Так 96 буллс плейбук. Этот плейбук на самом деле очень дешевый. Стоит не больше 500. Клей Томпсон отличная абсолютно карточка. Ну вот это неплохой пак. Я не помню сейчас сколько Клей Томпсон стоит. Около пятерки, наверное. Поэтому здесь можно на 6000 примерно все продать. Так что я считаю, что это удачный пак. Напомню, что дают за прохождение первого Сида. Как раз таки Патрика Юинга дают. Который со звездочкой, которому я сейчас применяю контракты. Его дают за прохождение первого Сида. Неплохо. Клей, по-моему, можно получить, да, в карьере. Неплохо, неплохо, друзья. Not bad. Not bad. Not bad. Смотрите, неплохо. Пока что достаточно прибыльно, надо признать. Эти паки открывать. Волос дешевый, 10к. Ну, хотя бы отбил всю эту тему. Почему бы нет? Бум. Тедеус Янг. Тролль карта, конечно же. Пикпокет. Отличный бейдж. Стоит под полторашку. Две пятьсот. Но все остальное трэш. Итого, короче говоря, 3000. Ну, тоже неплохо. Вот это, друзья. Вот эта карта. Вот она. Патрик Юинг. Его дают за прохождение Сида-1. Вы должны выиграть Сида-1. Тогда получаете Патрика Юинга, который кричит вам в лицо и говорит Shut the fuck up, бич. Вот так вот. Окей. Итак, друзья. Золотой потенциальный игрок. Я надеюсь, что это будет игрок. Очень надеюсь, что это будет Кавай Ленард. Давайте скрестим пальчики. Возможно, это будет Кавай. И тогда я буду просто счастлив и открою на все оставшиеся деньги паки, обещаю. Если будет Кавай, открою на все деньги паки. I promise. Бум! И это fucking Брук Лопес. Ёпта. Ну, нахрена ты нужен, тролль? Ты никому не нужен. Бесполезный игрок. Медленный, как мертвый. Мертвец какой-то. Пипец. Это максимум, ребят, на 2000 выходит. Вместе с этим мертвым игроком. Ужасно, ужасно. This terrible. Ооо, fuck. Не, мне нужен Кавай, друзья, из золотых. Мне больше никто не нужен. Ну, Монкриф максимум. Бум! Аарон Брукс. Еще один такой полутролль. Бруизер. Непрохой бейдж. Правда, сейчас из-за паков обесценился. Но бейдж неплохой. Итого все это тянет примерно на... Где-то на 3000 максимум. Максимум. Окей. Ну что, девятый пак и потенциально золотой игрок. Напоминаю, что если я вытяну Кавай и Ленарда, то продолжу открывать паки. Если нет, то... У нас осталось всего лишь два пака. Да, Лопес это Walking Dead, друзья. Это вообще... Slow as hell. Лопес is fucking trash. Ооооо! Вау! Еб твою мать! Вот это круто! Сколько он стоит-то, интересно. Оооо! Это круто вообще! Я такой лакер сегодня, а? Может быть, меня до Джордана дотянуть уже, а? Ну, это вообще неплохо. Реально неплохо, ребят. Я не знаю, сколько он стоит. Давайте я посмотрю, может быть, на сайте есть цена? 3000 стоит всего лишь друзья но это бомж тогда ребят он стоит копейки 3000 всего лишь мт но это смешно конечно очень смешно выглядит табушит я не понимаю почему так дешево он стоит я лопа за на пф использую он хорош он может только кидать дружище он не умеет он не может брать подбор и защищаться это худшая защитная карта и на подборах он просирает все подряд уже говорят 2 500 стоит ужас ну что ж могу сказать значит мне не повезло начну не повезло пупору попал крис мани крис мани да это бред вообще ну что последний пак и возможно возможно мне повезет на чем вы играете я играю на ps4 дружище эта игра dota 3 итак поехали мы вытягиваем сейчас героев которые будут бегать на на миде у меня понимаешь что за сайт он называется таки мт централ таки мт централ и это тролль томас пакин робинсон и позлан пост логан defender отличный быть что это минимум полторашку ну вот этот примерно на тысячи три тянет вместе все все вместе до овощи просто просто тролли какие-то мы попали себя пакин троуз я не знаю стоит ли открывать еще паки если вы смотрите на ю тубе возможно часть 2 выйдет я не знаю меньше сижу и думаю надеюсь понравилось если смотрели на ю тубе либо на твиче подписка и палец вверх